Вольница представлена восьми основными корпусами. На сегодняшний день она практически полностью занимается коронавирусной инфекцией. В сегодняшний день в больнице 767 пациентов с коронавирусом, 28 пациентов в отделении интенсивной терапии и реанимации. У нас реанимационные кольки сосредоточены и в роддоме, и в терапевтическом корпусе, и в травматологической службе. Нужно сказать должность, что благодаря надбавкам, если брать категорию, которая работает с ковидом чисто, то цифры вполне отрадны. Три-четыреста у врачей. У врачей реанимации вообще порядка семи-тенемистики. Рожде привыкли к хорошему подспорь, абсолютно верно, и с удовольствием на работу. Девушки, молодые специалисты квартиры построили. За счет этих ковидных наоборот. И на здоровье. Раз в красной зоне человек работает, пусть он и получит. Стараемся, чтобы это было справедливо, прозрачно. Да, это главное, чтобы справедливо было. Ибо уже за это время, с февраля, пролечено более 5-ти, истинно-пич, пациентов страны вирусной инфекции. Поэтому это позволило уже наработать определенный наследие. КТ дает полную картину или вы предлагаете решение, или же... Практически типичная картина, на первом месте по информативности. Мы на нее прежде всего ориентируемся. Паралейно не только диагностика ковид, но можно все говорить. Лобка и туберкулез. Вот это есть поражение, да? Да, вот эти вот цветы, вот эти шки. А, у нас это легочная ткань, нормальная, да. А вот эти матовые стекла? Вот матовые, она не сильно как подыдь на стекло. А вот это сосуды, или что? Да, это сосуды, да? А именно вот это матовые, да? Да, вот этот очижок. По типу матового стекла очень характерны множественные полисегментарные поражения. Типичная картина, поэтому мы пишем сразу типичная картина ковид-19. Здесь трефугируют материалы, перемещают вот ее в вораторию. Добрый день. Макатуря очень хорошая коллекция. Молокон. 35 лет в среднем возрасте. Сколько девочек сегодня сделали? Уже проба подготовки. Сегодня проба подготовки, получается, было поликлинических в районе 400. Это уже? Уже. И не стационар, а где-то около 150-180. Это только утренние, которые к нам идут каждый день. Экспресс-тест на ковид-19. А сколько времени? 15 минут? 15 минут. Время 20-15 минут, да. Берем у вас капиллярную кровь. В дальнейшем капаем кровь непосредственно на лунку, где необходима капиллярная кровь, и субстрат, который позволяет запустить процесс, либо реакцию, иммуно-хроматографическую реакцию. Время инкубации теста 15 минут. В дальнейшем мы интерпретируем положительное и отрицательное. Это качественный анализ. На первом месте больной. Его самочувствие, клиника. А это все под спорью. Все равно нужно все сопоставлять с больницей. Да, все в совокупности. Спасибо. Ну, спасибо. Спасибо большое. О, мужики, привет! Ниджи, 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 не цигадите. О, блин. А сколько вы уже здесь? 30 дней? 30 дней сегодня на выпуск нам приготовили. На работу, пожалуйста. Так забастовка, чего вы побудете? Я говорю, вот те люди, которые переболели, они уже никогда подставать не будут. Потому что мы пережили в то время, когда, как говорится, держал хозяйство, а не давали зарплату, приходилось, отдавали продукции, и детей надо было кормить. Так что мы этого не понимаем, что это творится. Мы понимаем, что жизнь, то, что создано, надо умножать и укреплять. Все хорошо. Но больше не болеете никакими болезнями. Ангитилада жена сырой. Дум сыром, пока. Добрый день, мужики. Все слышат? 8 июля, да? Да. Ну, как ты, Иван, чувствуешь себя? Сейчас лучше? Домой отамираешься. Я знаю, что тебе тяжело в этом. Да, это как хочется домой. Ну, они молодцы у нас. Конечно, надо их под контролем всегда держать, но... Ну, молодцы. Не зря же поляки говорят о враче. Нет. У них же беда вообще. Мы ваших врачей заберем. Я же не знаю. Сказать, ну, назад я вас не пушу. Ну, мы не поедем. Нам надо своих лечить, вон, больных. Ну, мы готовы и им помочь. Ну, только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпанять нас не надо. Мы не рабы. Желаю домой скорее вернуться. Пока. Не задерживайтесь особо. В среднем в день проходит порядка 70 доноров крови. В день? В день. 50 доноров плазмы и 20 доноров тромбоцитов. Это порядка 5-7 смен работы. Ниже и антиковидную плазму вы готовы. Ну, мы используем. И вы определились с эффектом уже. Да. Должны быть четкие показания. То есть, как любом наказе, должны быть показания. Но польза есть, да? Да, безусловно. Больной, который вот еще не критичный, в средней тяжести и ближе к пирогу, тот ему как раз помогает перевалить вот этот критичный момент. И у нас 700 литров всегда лежит в запасе по сторонам. Служба централизованная. Он может было всегда выстроить.